В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте, вот главные темы выпуска. Бизнес в условиях санкции. Видно, прошел форум, объединивший предпринимателей муниципалитета. Именно на этой встрече мы выработаем какую-то стратегию дальнейшего развития бизнеса на территории. Члены профсоюза работников культуры встретились на областной конференции. Для профсоюза важных тем очень много. Первое – это социальное партнерство. В Развилковской школе искусств состоялся конкурс-фестиваль «Москва объединяет друзей». Форум, объединивший предпринимателей из Ленинского округа, состоялся в главном доме усадьбы Тимохова-Саласкина. Он прошел в формате круглого стола и получил название «Санкция перспективы развития бизнеса». На мероприятие побывала наша съемочная группа. Недаром еще два года назад Ленинский городской округ получил премию «Прорыв года» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в номинации «Чуткая власть». Держать руку на пульсе происходящего в муниципалитете – главный приоритет в работе местных властей. И нужды и проблемы бизнеса здесь не исключение. Перед участниками форума, который получил название «Санкции перспективы развития бизнеса», стояла непростая задача, которую озвучил председатель Ленинского отделения торгово-промышленной палаты Владислав Рынша. Встреча проходит регулярно, и поэтому я думаю, что именно на этой встрече мы выработаем какую-то стратегию дальнейшего развития бизнеса на территории и тех мерок поддержки, которые могут быть. Потому что все, что предлагается сейчас на бумаге, это выглядит достаточно интересно, но как это работает и как это можно применить на практике. Каждую неделю на уровне федерального и регионального правительств принимаются пакеты мер, направленные на поддержку бизнеса. Среди них – льготное кредитование и кредитные каникулы, освобождение отряда налогов и мораторий на плановые проверки. Тем не менее, вопросы остаются и этот форум, возможность получить подробные разъяснения по ним. Мы понимаем, что каждый из вас, и мы, как органы власти, и проверяющие надзорные органы, вы как субъекты предпринимательства малого, среднего, крупного, существуете в совершенно новых условиях. Формат сегодня максимально расширенный. Возможность прямых вопросов, о чем мы будем говорить, возможность достаточно конкретных ответов. В формате круглого стола руководство муниципалитета и различных служб округа обсудили с руководителями организации широкий спектр тем, касающихся бизнеса. Среди них защита прав предпринимателей и новые инструкции по охране труда, антикризисные меры поддержки банков и налоговые льготы. Все предложения участников форума будут тщательно изучены и станут поводом для разработки новых мер поддержки бизнеса. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Представители администрации депутатского корпуса муниципалитета провели профилактический выезд в 6-м микрорайоне города Видное. В зоне внимания начальников профильных управлений жалобы жителей на работу объектов нестационарной торговли, качество предоставляемых услуг и большое скопление мусора вокруг палаток. Подробности в репортаже Галины Житковой. Земельный участок на улице Ермолинской, где располагается строительный рынок и многие другие объекты, находятся в частной собственности. Проблем на этой территории предостаточно, и они вызывают общественный резонанс у жителей. Поэтому первым пунктом работы выездной комиссии с участием представителей управления потребительского рынка, надзорных служб, правоохранительных органов и ПТО городского хозяйства стала именно эта торговая площадь. Здесь большое количество мусора, скопление людей, вообще мы иногда даже не знаем, кто это. Под возведенными НТО, на которые не давала разрешение администрации, нет согласованного паспорта объекта, нет соблюденного архитектурного вида. Мало того, что эти объекты сейчас расположены на теплосети компании «Исапфир», здесь незаконным порядком были возведены. Нестационарные торговые объекты здесь давно пора сменить на более современные. Ржавые павильоны, где предлагают разнообразные материалы и услуги, вряд ли могут привлечь требовательного покупателя. Да и залежи мусора, которые не донесли до контейнера, интереса не добавляют. Контролируем данный вопрос, смотрим за качеством обслуживания, чтобы данные объекты торговые на территории Ленинского городского округа соответствовали требованиям. У нас в соответствии с положением Совета депутатов, который мы принимали, есть и внешний облик, есть и внешний вид, как павильонов нестационарных торговых объектов, так и сезонной торговли палатки. Поэтому наша задача следить за тем, чтобы положение наше исполнялось. Зеркальным отражением того, что можно и нужно работать по-другому, стало посещение других объектов нестационарной торговли уже в квартале Северном. Там таких проблем не существует, и предприниматели всегда готовы пойти навстречу по желаниям своих покупателей. Вы как образец такой, потому что на фоне других вы посещаетесь тем, что, соответственно, относится к торговле клиентам, поэтому у вас все хорошо, красиво и хорошая работа. Профессиональный, правильный, хороший подход, то есть хорошо организованная работа. На каждом объекте торговли участники профилактического выезда проверили наличие уголка потребителя и комплектацию всех необходимых документов. От внимания представителей в надзорных органов не ускользнула ни одна важная деталь. Но если вопрос расположения овощей на полу можно решить сразу, то с установкой павильона на тротуаре еще придется разбираться. У нас сезонные проблемы – это самовольная установка объектов. Также собственники не следят за содержанием территории вокруг. Это пятиметровая, десятиметровая зона. И договор на вылаз мусора, также отсутствие его. Такая выездная профилактическая работа позволила представителям профильных управлений воочию увидеть те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители, и оперативно на них отреагировать. Сегодня первый профилактический выезд по поручению главы администрации городского Ленинского оборога Пасха Алексея Петровича, где были увидены, так сказать, глазами все проблемы, которые видят ежедневно жители. И по итогам этого выезда будут направлены уведомления об устранении данных недостатков. Также будет создана комиссия по решению данных проблем совместно с собственниками, с арендаторами, с предпринимателями. Выезды планируется сделать еженедельными, и уже намечаются следующие проблемные точки на территории Ленинского городского округа. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видный ТВ. В территориальном отделе Расторгуева прошла встреча в рамках антинаркотической комиссии. На ней присутствовали председатели Садова некоммерческих товариществ, старосты деревень и старшие по домам. В ходе беседы обсудили ряд вопросов волнующих местных жителей. Провел встречу в рамках антинаркотической комиссии заместитель начальника управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Ленинского городского округа Дмитрий Черкасов. Местные активные граждане и обращались неоднократно по данному поводу. Ситуацию нельзя охарактеризовать, что где-то лучше, где-то худше. Хуже в целом у нас городской округ прилегает к Москве, прилегает к Амкаду, тем более южное направление. Он находится в так называемом красном горячем поясе по наркопреступности. Жители населенных пунктов, входящих в состав территориального отдела Расторгуева, рассказывают, что часто становятся свидетелями распространения так называемых закладок запрещенных веществ. И это подтверждает и начальник терротдела Татьяна Полякова. У нас эта территория, она очень остро нуждается в том, чтобы на нее обратили внимание. Включили маршрут патрулирования в безусловном порядке. Решение такое, что пообщаться по поводу приближения маршрута патрулирования именно к этим улицам. Я выясню, у нас же опять, мы говорим про полицию, но мы забываем про наших коллег с Росгвардии. У них также есть экипажи, которые передвигаются. Я с начальником Росгвардии нашего округа переговорю завтра, выясню, может быть, у него есть возможность. Тем более, место дислокации у них – это ваши соседи, на вашей территории они находятся. Я думаю, мы что-нибудь придумаем. В ходе беседы председателя садовых некоммерческих товарищ, старосты деревень и старшие по домам могли задать интересующие их вопросы, касающиеся патрулирования придомовых территорий правоохранительными органами, действиях в случае обнаружения наркопритонов и функции видеонаблюдения. Также на встрече местным жителям объяснили, что работа по противодействию распространению наркотиков проводится всеми структурами. В борьбу должны включиться не только органы власти, общественности, но и каждый житель, который может сообщить о проблеме на горячую линию. Номера телефонов были указаны на листовках, которые смогли получить участники встречи. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. Ну, а видимо, я же только что ответил. Третий пленум профессионального союза работников культуры прошел в учебном центре в поселке Дубровский. О чем говорили на конференции, узнаем у нашего корреспондента Екатерины Борисовой. На третьем межрегиональный пленум общероссийского профессионального союза работников культуры съехались более 40 представителей учреждений со всего Подмосковья. Учреждения культуры, дополнительного высшего и среднего профессионального образования, кинематографии, полиграфии, СМИ, физической культуры и спорта, туризма. В Доме профсоюза в поселке Дубровке собрались все, чья работа связана с творчеством. На повестке дня множество важных вопросов. Для профсоюза важных тем очень много. Первое – это социальное партнерство, развитие социального партнерства, заработная плата работников культуры. Сейчас прекрасно видите и знаете, какое давление идет на нашу страну, на все сферы деятельности. И приоритетом все равно остается член профсоюза, его заработная плата, его достаток, его благополучие. На пленуме подвели итоги работы за 2021 год и определили приоритеты и направления деятельности на ближайшее будущее. Пилот по новой системе оплаты труда педагогов запустит в мае этого года сроком на один год. Эксперимент пройдет также в пяти регионах. Это Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская областях и Мордовии. Сейчас в Московской области сформировалась самая большая сеть учреждений культуры по сравнению с другими регионами. Всего их более двух тысяч. Заместитель министра культуры Московской области Валентина Лиханова отметила, что важнейшей задачей на ближайшее время является обновление материально-технической базы учреждений и реконструкция зданий, требующих ремонта. Понимаем, что из 186 ДШИ у нас гораздо больше нуждается в обновлении и капитальном ремонте. Но пока установка делать с участием федеральных средств, поэтому мы максимально отрабатываем с нашим Министерством культуры Российской Федерации. Они нас поддерживают. Выступающие также отметили важность привлечения в учреждения культуры и профсоюзы молодежи. Завершилось мероприятие награждением наиболее отличившихся сотрудников. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Витной ТВ. Помните песенку «В нашем доме поселился замечательный сосед?» Так вот наш сюжет о противоположном, о незамечательной соседке, которая мешает спокойно жить не только обитателям своего дома, но и держит в страхе шесть домов в округе. Последней точкой терпения стала блокировка парковки у дома 46-1 на Ольгинской. Туда и отправилась наша съемочная группа. Двухэтажные дома на Ольгинской. В таких каждый друг друга знает. Больше того, соседи обычно имеют теплые отношения, поддерживают друг друга. И жители дома номер 46-1 тоже объединились. Это единство им очень необходимо в борьбе с произволом соседки из 14-й квартиры. Да, именно в борьбе. Иначе не назовешь. Жители предложили посмотреть, что творится за домом. Виды правда безобразные. Подоконники первого этажа испачканы человеческими фекалиями. Под окнами пищевые отходы. Добрая соседка подкармливает кошек. У меня в горшках там цветы росли. И в горшках мясо. Ну, в принципе, цветы там больше не растут, потому что там мясо. Летом там более жестко все происходит. Там черви, мухи. И окно не откроешь. Ладно, там как бы терпели, прибирались. Сейчас дети маленькие. Я не знаю, как наступит лето. Как мы с закрытыми окнами. Живет данная особа со взрослой дочерью. Вместе держат в страхе всю округу. Школьник Дима Гаврилов говорит, боюсь к другу на второй этаж подняться. Это началось уже давно. Она сначала начала музыку включать громко. Я не мог по ночам усунуть. Долго не спал. Потом я в конце концов привык. И произошла такая история. Она меня один раз сначала караулила. Потом второй раз. Жители удивляются. Деяния соседки остаются безнаказанными. Между тем, она сама добивается того, что наказывают других. Среди достижений незамечательной соседки – наложение штрафа на многодетную мать, оставившую коляску в подъезде. Теперь люди боятся что-либо ставить в помещение общего пользования. А недавно, по ее жалобе, сотрудники МЧС блокировали парковку для машин, которая, к слову, была организована по проекту благоустройства три года назад. Вполне себе законно. Пришла с работы. Вчера ничего не было, уезжала. Сегодня прихожу, поставлены такие шары, а мне ехать за ребенком, как мне выехать, вообще невозможно. Местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов срочно подключился к решению вопроса и обратился в администрацию Ленинского городского округа. Парковка была освобождена от блокирующих элементов, но кто знает, что еще придумает соседка. Пытались найти общий язык и найти консенсус. Давайте будем гарантировать, допустим, что со стороны соседей какие-то рамки установят. Вам, что вам нужно, что вам не нужно. Нет, постепенно, постепенно в этом уступают. Она другой находит пот. Постоянно какое-то идет стремление к обострению. Люди уже многие поменяли квартиры, съехали, заехали новые жильцы. Также идет оскорбление, унижение. Газовым баллончиком спалила женщине уже той больше 70 лет, уже, наверное, к 80 баллончиком в лицо. И лицо сожгла. В подъезде установлена камера видеонаблюдения. По понятным причинам звук мы приглушили. Хотя то, что в мегафон кричит жительница 14-й квартиры, слышит весь дом, включая детей. На видео как раз тот случай, о котором говорит Ольга Виноградова. Из квартиры стремительно выбегает дочь нашей антигероини, брызгает баллончиком в лицо соседки и прячется за дверями. И это остается безнаказанным. Но жители вместе с депутатом и руководством территориального отдела намерены прекратить издевательства со стороны Любови Водопьяновой и ее дочери. В прокуратуру уже направлено заявление с просьбой положить конец бесчинствам соседей. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Конкурс «Фестиваль Москва объединяет друзей» прошел в детской школе искусств поселка Развилка. На сцене учреждения выступили учащиеся из столицы и области. Ребята пели и играли на классических и народных инструментах. В состав жюри фестиваля вошли артисты Большого театра Ника Рябчененко и Константин Шимарев, а также доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Джангваладзе. Высокую оценку профессионалов получили юные таланты из Московского государственного института музыки имени Шнитки и детской музыкальной школы имени Ипполитова Иванова. Мы всегда рады обыграться перед новыми людьми, поднять им настроение, как-то, чтобы они начали больше ценить музыку, наш инструмент. Не остались без наград и сами учащиеся Развилковской школы искусств. У юных музыкантов 24 диплома лауреатов конкурса, а гитарист Юрий Метелев получил Гран-при фестиваля. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!